На одной из этих видеокассет моя свадьба запечатлена. Вот я поделилась этой кассетой. Не то что с кассетой поделилась, я обошла весь Брянск, говорю, несколько лет назад. И не один год я ходила и сказала, кто бы мне сделал. И звонила в интернете, никто мне не мог сделать отцифровку. И вдруг я вот зашла в Бум-Сити по делам. Вот фотоотдел там есть на первом этаже в Биржском районе. И это улица Третьего Национала, по-моему, 8. Да, и зашла и вот просто спросила, говорю, девочки, у вас можно отцифровочку сделать, видеокассет? Я говорю, свадьба там, детские видео. Он говорит, да, можно, дали мне телефончик. Вот, я записала этот телефончик, поделилась я с вами в предыдущем видео, сейчас еще раз поделюсь. Вот, записывайте, берите ручку и записывайте. 8, 900, 371, 32, 60. Андрей. Вот он вам сделает эти кассеты ваши, если они у вас есть, на видеомагнитофон. И поторопитесь, потому что они, конечно, уже ветшают. И некоторые фрагменты уже, вот, ну, с помехами идут. Вот, ну, еще немножко кассетки у вас полежат, и вы вообще ничего оттуда не извлечете. Так что, вот, сходите, вам сделают, такую услугу окажут, да. Вы можете позвонить по телефону, с Андреем поговорите, договоритесь. И, в общем-то, я вот оставляла потом кассеты в Бум-Сити, и, в общем-то, в принципе, вся связь через отдел этот Бум-Сити. Вот, так что такие вот дела. Вот, красота же, красота. Да, и я смогла с вами поделиться своими свадебными видео, своем свадебном видео, точнее, в сообществе моем, ВКонтакте. Вот, заходите по платной подписке. Многие интересуются, какая я была в молодости, какой у меня муж, какая я сама была. Вот, можете посмотреть, какая я была, какой был мой муж молодой, прекрасный, да. И вот только непонятно, куда уходит любовь, если это была любовь, да, она была, как я уверена в этом, что это была любовь. Вот, почему она так исчезает. Говорят, надо к бабкам, к дедам идти, отколдовывать, вот, понимаете, отшептывать. Не хочу. Я считаю, что, в общем, всему, значит, вот этому было быть. Ну, есть молитва, есть Господь. Ну, Господь мудрее нас, Он все по-своему управляет, да. Вот, так что всем солнечного настроения вот такого прекрасного. Вот, и доброго-доброго дня, прекрасного вечера, и да будет вам счастье. Звоните по телефончику, который я вам указала, и вам отцифруют ваши старые вот эти архивные записи. И вы будете радоваться, и дети ваши будут смотреть, и внуки, и правнуки. Посмотрите, какая была бабушка. Я знаю, что люди вот после развода рвут фотографии, уничтожают всю память в горячке. Вот, а знакомая рассказывала, как она после изменной мужа стала все рвать, уничтожать. И, в общем, эта фотография спасла мама. Она говорит, Господи, что же ты творишь-то? Мама ее сказала, это же память детям твоим останется. Какая ты была невеста, какой там муж у тебя был, да. Вот. Ну, и мама, в общем, вырвала у нее этот фотоальбом и спасла фотографии. Да, вот не рвите, это память не только же ваша, это память потомков. Как бы вы там с мужем не разошлись, хорошо или плохо, или что он в вашей жизни не натворил. Но помните, что у вас есть дети, если они у вас есть, да. Что это память не только ваше теперь достояние. Ну, дети должны посмотреть эти видео когда-то однажды, показать своим детям, понимаете. Поэтому не рубите с горяча, вот понимаете. Не мстите, не желайте плохого, никому из бывших родственников. В общем, это ошибка, всех ошибка. В злобе вот люди кричат, пожелания всякие посылают. Ну, как говорится, я не исключение тоже, тоже у меня были такие моменты. И желание порвать и фотографии, все разорвать и выкинуть. Ну, нет. И вот, как говорится, спасибо Господу. Я молилась, и Бог меня наставлял на правильный путь. Читала много книг и растила детей. И, в общем, в принципе, у меня очень умные родители. Мама у меня, поддержка моя была и опора, да. И когда у меня такой момент было отчаяния, что жить не хотелось, мама сказала, кому твои дети нужны. Вот такой мама вопрос задала. Она умничка. И говорит, ну, я говорю, жить не хочу. А мамочка говорит, ну, давай веревочку тебе принесу, яду тебе таблеточек принести. Вы представляете, да, чтобы это было? Было бы ужасно, конечно. Поэтому вот я говорю, вышли вы замуж, поженились вы, да, любите, любите. Но если вы решили расстаться, расставайтесь людьми, всегда людьми. И пусть в вашем доме сохраняются кассеты, диски. И пусть сохраняются фотографии предков не только ваших, а и мужа вашего, дедушек, бабушек. Потому что это не только ваша память, это не только ваше достояние. Понимаете, это достояние ваших детей уже, ваших внуков, потомков ваших. То есть вы ответственны перед своим потомством. Вы ответственны, вот, какими они вырастут, почитающими память, уважающими своих родителей. Вот, как говорится, почитающий отца и мать своих, да, да долговечен будет на земле, бабушка моя говорила, царство небесное, бабушка Лена. Вот, через нее меня и назвали Леной, Еленой, прекрасным именем Елена. Ну, в общем, доброго дня всем. Вот, я вам телефончик назвала, можете звонить. Андрей, спросите Андрея, и вы потом можете делиться своими свадьбами, с вами там, днём рождения, вот, в интернете везде, где вы захотите. Это очень интересно посмотреть. Это такие кадры, такие исторические, уже можно сказать, да. Ну, с вами была я, Лена Лето, из интернета. Советы от Лены Лето.